Андрей Иванович, мы живем в непростое время, которое требует собранности, способности быстро реагировать в каких-то изменяющихся условиях. С середины марта РГУ работает в дистанционном режиме, а с начала учебного года ситуация опять вошла в тот же самый неприятный, может быть, отчасти момент. Что сейчас предпринимается для сохранения здоровья студентов и работников? Спасибо. Я сразу могу сказать, что мы руководствуемся теми установками, которые дает Министерство науки и образования, очень четкие, внятные указания. Но я тоже, с другой стороны, могу отметить, что на каждую ситуацию, конечно, из Москвы нельзя ждать инструкции и предвидеть все возможное развитие событий невозможно, поэтому надо действительно принимать оперативные решения. Мы, по сути, работаем в таком смешанном формате. В настоящее время 70% занятий бакалавриата и магистратуры проходят в дистанционном формате. 30% — это непосредственное общение преподавателей со студентами. Практика-ориентированные, практические занятия, семинарские занятия, но там, где действительно это общение необходимо абсолютно, на наш взгляд. Хотя, еще раз говорю, если будет необходимо, мы можем уйти полный дистанционный, но это дело сделано только после указания нашего учредителя. Некоторые группы, там, где возникает опасность, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, кто-то заболел из родственников, контакт у студентов с заболевшими ковидом, эти группы сразу переводятся на дистанционную работу. Две недели они находятся на дистанции, потом мы их возвращаем полностью, находятся на дистанции, потом мы их возвращаем в обычный режим работы. Что касается заочного отделения, то заочники целиком и полностью работают в дистанционном формате, поэтому постоянно приходится реагировать. Случаи заболевания, их ситуация контролируется. К настоящему моменту всего заболело 5 студентов с начала пандемии, с марта 5 случаев подтвержденных ковида, причем вот уже 2 приступило к занятиям. Что касается сотрудников университета, здесь несколько больше статистика, 8 заболевших, в настоящее время 5 возврастились, выздоровели и вернулись к обычному режиму работы. Естественно, мы следим за ситуацией, которая складывается в регионе, за теми указаниями, за теми распоряжениями, которые сдает импернатор Рязанской области. В настоящее время преподаватели 65 плюс исключительно работают в дистанционной форме, сотрудники университета 65 плюс переведены на, они находятся на больничном, так как это, в общем-то, мы обязаны были сделать. Поэтому вот все мероприятия, которые такого организационного плана, они позволяют нам в целом контролировать ситуацию в университете. Университет работает в непростом, но рабочем режиме и свою миссию выполняет, мы не приостанавливаем учебный процесс и, как я считаю, реализуем его на должном высоком уровне.